всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами бисквит мы продолжаем проходить stalker nature winter предыдущей серии мы с вами побегали по интервью раздобыли несколько очень полезных артефактов но в то же время нас забрали деньги я пока заходил на территорию бар на меня ворвался один одиночка оставшийся враг я его убил убил зомби который из него вылез получил медальку за юзал получил 20000 продал две флешки с музыкой получил еще и кэша поэтому у нас с вами сейчас все очень и очень очень хорошо сейчас я заряжу 10 патронов и поговорю с барменом нам надо знать ему 6 дело и получить 7 так братан ты не уходи далеко сейчас мы с тобой перетрем так я сходил в экологу и где вещество вот она держи награду спросил братан энергон получим предметка cpdv мука и бот не чистил чем стреляет 556 я пожалуй себе оставлю на 556 хотя знал где по 56 на 1 идти в принципе это не так сложно так дело 7 это телепортации знаешь что ты мне пронес до что-то связано с телепортацией на себе проверил на себе ну тогда тебе не состоит труда выполнить это задание ближе к делу через определенное время ты телепортируешься заданную точку находишь тайник берешь документы приносишь их мне все стоп предыдущий раз у меня вещи деньги исчезли как исчезли ладно в качестве страховки убираю ланс оружие артефакты и костюм костюм ветер свободы плеть просто ладно подожди ну что готов подожди ты знаешь где можно купить начальное снаряжение то есть фонарик бинокль ха ну и пошутил с тобой сахаров ладно снарягу можно купить у двух людей первый сталкер по кличке осведомитель он разборной стойкости 2 сидрич выбирай хорошо так осведомитель браться мне нужно тебе сбагрить так и что там может быть никаких свойств нет вообще этих костюмов ну ка шок 50 так мы проверим мне больше костюм этих троится так что эти свободы можешь себе обратно забрать или что иди сюда не тормозим уже алла информация забери за дерьмо патронов 556 у тебя не у тебя 556 есть 100 ноги 2 вместо 20 патронов 5 56 так как вообще не устаём так что по весу меньше все шара интересное привет уже ты продаешь снарягу сколько хочешь занять 20000 него сидрич куплю лучше фонарик на фонарик у меня есть бинокля у меня нету и нажал меня нету но принцип поебать я не готов за 20000 ящик ящик мне нужен от него пароль так какой пароль у ящика мне некуда положить свои вещи это не у меня спрашивал stalker по кличке осведомитель я понял какого ты какого-то код на ящик синий поставил есть и еще раз найдешь пулю в голову получишь блин хорошо навести страх шикарно получим балл навыкам блин хорошо 256 256 100 молодец брата не тормозим уже 256 256 256 256 100 чаем тюбуля че блять Два, пять, шесть, сто. Ты меня наебываешь. Я тебе говорю, ты меня определенно наебываешь. Два, пять, шесть. Два, пять, шесть, сто. Ох ты, блядь. Кстати, я буду сказать, в этом синей ящике лежит МГ-36. Я знаю, как ее туда забрать. Ну, я сейчас, в данный момент не выживаю в ней смысла. Абсолютно никакого. У меня нету нужного калибра. Зачем я ящик-то разбил? Воды. Я сейчас загрузился, поэтому я с ней не буду. Такого... Так. Я не хочу его убивать, он мне еще понадобится. Ладно, бармен. Иди-ка сюда. Недавно я его тебе заберу. Что это такое? Ремонтный комплект. Что это по ремонту? Он мне, в принципе, без надобности сейчас. Ну, поехали. Так, стопэ. Чем мне делать-то? Купить снаряжение и вернуться к бармену, проверить тайник. Блядь, это обязательно надо делать. Не тормозим уже. Моя информация может тебе пригодиться. Ай, ладно, давай. Нережи. Что ты мне дал? Так, фонарик. О, кстати. КПК-Монолита. То есть мне туда надо, да? Принести КПК. А кому? Ага, пацану этому надо принести КПК. Окей. Туда мы еще заглянем. Подходи, сталки. Что у нас занимает так много места? Я вот немного не понял. Так, улучшенный армейский сухпоек. Я вас ем. Атомный что? Снаряд? Че еб ударит? Нихуя себе. Такую бреденбону грудал в атомный снаряд дал. Нормально, что? Мне надо что-нибудь продать. Надо что-то продать, определенно. Сколько там? 0,70, 0,80. Добери это говно. Все нормально. Проходи. Про 500 грамм уже будут смертельными. Так. Все, купил снаряду. Теперь готов, готов. Долго я в баре носился. Ну. И что? И куда мне? О. Ты мне бред на арену ТП Шнел? Серьезно? Это что за нахуй? Ну так как понимать, то я мое. Бармань, что ты за тварь, блин, неполезный наверх. Может быть, не атомный снаряд активировать, а? Слушай, давайте ради прикола попробуем. Так. Воды. Пойдемте туда. Так. Старый документ. Мечный потепли пытаюсь перенастроить координаты. Ёб. Они нужны на поверхности. Я думаю, это миф, это левиафан. Мне нужно их изучить. Принеси мне глаз этой твари. Награда соответствующая. У меня проблема. Я не знаю, как убивать-то. Про УПДВ неплохой дамаг. Попробовать с него, что ли, их разнести. Слушайте, куда они делись? Какого черта наверх полезли? Идиоты, блядь. Это не левиафан, это когти смерти. Ты меня обманываешь. Так. Хорошо. У вас левиафана. Замечательно. Успели. Да, нехило меня сейчас тут. Телепардировал бармен. Это, кстати, подстава. Потому что мы это могли грохнуть. Я не знаю, какого... Вы где-то видите? Они здесь. Ёлок, сломать. Это плохо. Это дерьмо, ребята. Я умираю. Тут я умираю. Это пиздец. Это полнейший пиздец. Ой, блядь, умер. Хорошо. Зомби-зомби-зомби-зомби-зомби. Их убивать надо, ребята. Они тут все позаражают к чертой матери. Я не уверен, но вроде бы готово. Более-менее. Я еле-еле справился, потому что мой сейф на арене, он, короче, забагал. И у меня время не шло. Так что я вообще ничего сделать не мог. Мне пришлось переигрывать от бара, покупать за мной снаряжение. А тут уже вылезла их не один, а трое. Нет, двое, получается. Одного я там убил, другой там остался. И получается, я вспотел, но я это сделал. Вот я еще поменял костюмчик вот на это вот. Но, блядь, это бесполезная штука, учитывая, что он до черта просто весит. Проходи, не задерживайся. Эта вещь абсолютно бесполезна. Ладно, продадим. Проходи. Так, бармен, забери эту херню, блядь, она бесполезная. Держи. Теперь я тут захоронюсь, пожалуй. Я достал глаз Левиафана. Где он? Держи. Я достал глаз Левиафана. Держи. Я достал глаз Левиафана. Держи. Хорошо. Сколько? Ой. Сколько у меня? 63 тысячи. Так, телепортация прошла на удивление хорошо. Где документ? Вот он. Получай вознаграждение. Так, получены деньги. Окей. Дело 7 раздел 2. Дневник Джона Винчестера. И? Я по поводу Левиафанов. Что это такое и откуда взялось? Много у тебя вопросов, Меченый. Выкладывай. Левиафан, чудовищный морской змею, упоминаемый в Ветхом Завете. Это самый первый монстр, который создал Бог за долгое до создания ангелов и человека. Были заключены в чистилище. Как вы не выбрались оттуда? Кто-то открыл чистилище и выпустил их. Ты издеваешься? Что за бред? Это очередной мутант, проще говоря. Мутант не мутант, доказывать не буду. В комнате, что сзади меня, поищи дневник некого Джона Винчестера. В нем описаны все твари из как-то-либо существовавших. Сегодня мне к вам сталкеры принесли. Вот и покопайся. Если интересно будет. Будут вопросы, обращайся. Окей. Пойдем за чеком. А это кто? Дмитрий Подделки. Господи, какой он страшный. Лоу. Хорошо, дневник валяется прямо на полу. Так. Тут сразу два. Старый документ, старый документ. В зависимости от того, обычный или биометрический паспорт собирать и получать, вам анабисы разные. Они схожи. Тут, 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 хуйня какая-то. Группировка Инквизиторы. Их видели лишь во время прорыва на ЧАЭС. Похоже, что это группировка сотрудничает с монолитовцами или является их особыми войсками. Ничего интересного. Так. Че надо найти? Чуть не понял. Найти дневник Джона Винчестера. В комнате, что сзади меня, он сказал. Значит, все это здесь. А-а-а, вот только вот где? Вот здесь может. Чёрный пёс Чернобыля. Говорят, что это мутировавшая разновиды из ног. Агрессивен и бесстрашен, особенно в стаях. Шкура более устойчива к повреждениям, чем у обычных псов, а укусы нанесены им значительно дольше заживают. Так, где там вон ещё? А, это досочка. Для порезки. Дневничок, алло. Мне нужно, чёрт, а дневник, только где он. А, вон. Так. Дневник Джона Винчестер содержит информацию о паранормальных существах. Практически всё написано на латинском языке. Окей. Мне сейчас дробь, кстати, нужна будет. У меня дробь кончается. Так. Дам мне сразу дроби. Я бы с ПДВ пострелял. Так мне надо на дикую территорию для этого заскочить. Точность у него, конечно, меньше, но в ближнем бою будет самое то против людей. Ну что, загружи ещё. Так. Я нашёл дневник. Понял что-нибудь. На каком языке это? Так. Дмитрий пришёл. Он изучал левиафонов. Я ему звоню насчёт этой темы. Вот спроси у него сам, если тебе уж интересно. А у меня дел по горло, чтобы тебе ещё что-то рассказывать. Окей. Привет. Где бармен? Привет, на своём месте. Подожди, бармен сказал, что ты знаешь что-то о левиафонах. Извини, не знаю. Вести страх. Вижу, ты не из простых. Ладно, пойдёшь вместо меня на охоту. После расскажу. На охоту? Да, согласен. Итак, от бармена получишь координаты. Они указывают на сильное звучение, вокруг которого тусуются твари. Посмотри, что это такое и доложи мне о нём. Понял. До встречи. Так, что ты мне дал там? Опять перегружение. Ага. Ох, ничего. Нормально. Нормальный кольт. Точно стреляет? Проходи. Сейв. Ладно. Не буду пробовать. Испробую на ком-то. Дмитрий сказал, что у тебя есть координаты излучения. Кстати, эти координаты, которые ты взял на арене, они указывают место в тёмной долине. Итак, получаю. Спасибо. Так, мне-то ничего починить не надо с лучшим пока что. Нет, пока нет. Куда эту подавешку девайк продавать? Продавать не хочется. Так, я хочу узнать, если таки пароль от ящика. Мне некуда положить свои вещи. Понял. Для таких, как ты, у меня всегда, что интересно. Кое-вот, т-т-т-т-т-т, навести страх. 256, 256, 100. Я ещё раз пробую. 256, 256, 100. Нет, это не он. Ясно, я погуглил тут немножко. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Да ладно. 4, 8, 5, 6, 9, 7. Что с диалогом? 4, 8, 5, 6, 9, 7. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Карта. Чтобы видеть карту, переместите её в пистолетный слот. Что за карта? Так. Это Агропром. Нет, стоп. Не тормози уже. Это армейские склады, кажется. Да, это армейские склады. Окей. Чтобы это ни было. Я вот это хочу сюда перекинуть. Мне пока что это подало вообще без надобности здесь. Ну окей. Что там у нас по квесту? Отыскать причину излучения. То есть мы сейчас дунем. Дунем вот сюда вот, в тёмную долину. Забежим к этим товарищам. Потом пойдём вот сюда. Я не хочу освобождать долговца, потому что мне лень. Элементарно. Кот мне может провести. Так, кот мне может вести. Тёмная долина. Стоянка на ферме. О, в самый раз. Мне как раз таки туда. Поехали. Не тормози. Да, убери. Так, хорошо. Оружие опусти, мужик. Ты ведь меня привёл туда, куда мне нужно, правильно? Да, красавчик. Ночь. Вот это дело не подрасчитал. Сейчас ночь будет, так как мы знаем, ПНВ здесь нету. Здесь какая-то херня вместо ПНВ. Ну да ладно. Справимся как-нибудь. Так, сходил я и проверил это место. Ну как успехи? Как обычно, атомный снаряд. Что? При поднятии которого появились из ниоткуда с целью активировать монолит. Пришлось с ним побеседовать, но они, как всегда, оказались не сговорчивыми. Вот КПК одного из них. Почитай на досуге. Конечно, поинтересуемся его записями, а ты получай за вредность. Одна мысль мне не даёт покоя. Какая? Смотри. Одна бомба в тёмной долине от наживки... От наживки я узнал. Другая на янтаре. Третья, возможно, где-то ещё. Сечёшь? Блин, где ж они берут столько сырья для изготовления? Вот и я пришёл к такому выводу. Ситуация в зоне становится весьма серьёзной. Серьёзнее не бывает. Главное, где не делают эти грязные бомбы. Как думаешь? Понятия не имею, но ясно только одно. Об этом знают и военные. Вояки ведь первыми нашли у них эти бомбы. Хм, точно. Если что-нибудь раскопаешь, свистни. Понял. До встречи. Ну, поехали. Слушайте, произошёл такой небольшой казус. В общем, что случилось? Когда вот меня убил зомби в баре, я стартанул обратно с арены. У меня остался один леофан. Когда я вышел, он уже перезаряжал половину бара. В общем, ситуация была не очень хорошей. Окей. Всё. Допустим, я беру гранату, кидаю её. Взрывается граната и взрывается ядерная бомба. Да, вы меня слышали. Взрывалась чёртова ядерная бомба. Блядь. До свидания. Взрывалась ядерная бомба и всех убило и пошло, знаете, такое как... Не знаю, кто играл в Command & Conquer Generals. Меня, может быть, поймёт. Такая пелена по земле зелёная. Якобы заражение. Вот. Я так и не понял, на самом деле, что произошло. Вот. Ну, мне кажется, что какая-то бомба явно есть в баре. Так. А чё чекнет-то? Алло. Отыскать причины излучения. Ёп. Меня нормально так гасит. А какая-то причина излучения. Можно в ней узнать, пожалуйста. Так. Зуб даю, что это баги. Здесь явно что-то должно быть. Либо установка какая-то, либо артефакт. Чё-нибудь одно. Но этого здесь нету. Почему-то. Поробегусь туда-сюда. Не вижу смысла тратить научные аптечки на это. Буду обычными лечиться. Что? Кого здесь надо взять? Здесь ничего нету. Алло. Блядь, люблю. А! Что это было-то? Слушайте, либо я идиот, либо я чего-то не вижу. Я понял, я идиот. Ёпту, мать. Сваливаем. Уходим. Уходим. Я с вами воевать не собираюсь, ребята. Поэтому мне проще от вас свалить. Я вас очень много всадил в прошлый раз. И ещё столько же патронов я тратить на вас не собираюсь. Нихуясь, их там четверо. Я думал, там двое. Ну всё, они нам уже не опасны, в общем-то. Он какое-то тело сидит. Удачи, братан. Там левиафаны бегают. В раз ли ты их когда-либо видел, а мы уходим в бар. Внимание всем. Говорит бесками лидера трита нейтралов. Мы выпили бандитов со стоянки брошенной техники. Мы городало не пропускаем. Почему? Понятно. Кто может помочь, присоединяйтесь. А как нам? Сталкер вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Не пропускаем. Сталкер вали отсюда. Угораешь что ли? и куда мне идти так секундочку проверю стрелять надеюсь закрыто все и куда мне идти в общем попала я все-таки в бар пошел на кордон перебил еще раз блокпост под мостом потому что не заспавнились вот так в принципе ничего новенького у меня нету продал там кое-что сидоровича купил дробь в общем ничего важного не произошло так бармен а мне к этому надо ходить к пацану кстати час артефакт на туда забрали так вот террайся сытость горгона артефакт призывающий мутантов живность чувствует озвучение забывает обо всем бежит к нему пока не ясно зачем такое свойство артефакт и как он появился подалеки наверное знает держи что это артефакт вокруг которого тусовались левиафаны фуф подойди попозже ко мне я дам тебе следующее задание и держи награду патрон отлично делала 7 раздел 3 левиафаны и их друзья что нужно забыл у тебя спросить можешь перевести что здесь написано это это дневник джона винчестер откуда у тебя нашел действие навести страх вон на меня убирайся из моей головы я тоже так умею проглотил язык как ты что где хронос какой хронос о чем ты я тебе должен еще и рассказывать да ведь я почему-то тебе нужен кстати ты с испугом напел бармену про ревиафанов от и рай согласен так что тебе рассказать у тебя же есть мои способности рассказывай может я вспомню что-нибудь хронос бог времени так называют этого человека за практически стопроцентное предугадывание событий как компьютер знает что произойдет как и и события будут но ты что-то уникально даже он не смог предугадать что ты появишься что понятно ты сейчас не в курсе так начнем заново твой знакомый stalker по кличке лось если не ошибаюсь труп который нашел он он не там должен быть я его перетащил в лабораторию чтобы поймать хроноса каком он тупе говорит подожди что-то начинаю вспоминать что именно значит по записям уася я пробрался в лабораторию так метка в моем кпк указывал на него не на тайник затем я подошел к схрону в нем был в какой-то артефакт дальше темнота просыпаюсь в лаборатории с трупами все а оба их 16 я понял о чем в тайнике была ловушка для хроноса этот артефакт возможно подарил тебе уникальные способности но почему ты совершил квантовый скачок без хроноса ты бы этого не сделал только этот человек способен на перемещение во времени то есть с устройством который изобрел я не знаю значит хронос был рядом излучение артефакта и до него добровольцы чтобы избежать смерти он решил повернуть стрелку часов назад устройство повреждено и временно и и временные способности куда-то временные способности теперь то у него нет все ушло на последний скачок и звучание хорошо подействовать теперь все ясно жалко что его не убило и что теперь так если бы хронос все помню то он бы давно сбежал из зоны так и вся нечи за ним поперлась бы которую он любит вызывать значит все идет по плану кто сможет его убить ты я почему-то не удивлен меня он точно узнает учусь за пять километров хоть сил у него нет но биополе осталось сможет убежать но тебя он не помнит ты сможешь подобраться поближе суть дела так сначала нужно ослабить его поле тогда может можно будет его убить я привлеку с помощью артефакта который ты мне принес в темную долину нечисть твоя цель уничтожить их будь осторожен я понял до встречи так у нас тут дело приобрело неожиданный оборот я не совсем все понял но тут у нас смешан либо сталкер либо какое-то существо по кличке хронос так прибыть в точку назначения идти как минимум пять душ зомби принести их поделки куда идти прибыть в точку назначения темная долина ферма окей туда добраться мне не составит труда сколько ты мне патронов садал проходить нормально 60 патронов тогда дробовик не здесь вряд ли понадобится я не помню какой там пароль был справка 48 5 6 9 7 учиться них 9 7 американского насматриваю не понадобится хорошо теперь бармен мне пожалуйста аптечку одну анти рады энергетик спасибо брат так и что мы за карту подбирали я уже честно говоря забыл на карта армейских складов было поехали так темная долина стоянка на ферме держи деньги пошли так вот и заброшенная ферма собственно мне ведь сюда нам не сюда ой зря дробовик наверно был чака выкинуть так бармен мальчис мой ассортимент я понял бесполезно мне в другом местом дайте прийти смысле проц процент можно мне спасибо чуть происходит у нас сирена следующее поколение артефакта горгона но с одним отличием теперь всплеск излучения которая показывает призывает живность происходит только один раз после такого объекта неизвестен артефакта остаются связаны взбивались в стае ну точно звери по цвету шкур ой так мы призвали сука кого ж мы призвали то а так блядь мудак у меня попал ёпнуть хера он ёпту мать а вот этого я не увидел хорошо поехали еще раз выходить будем мы через вот этот проход здесь сейф пожалуй сделаю так валим чтобы шильную пулю не схватить заходи отлично прозрачный зомби это проблема еще та потому что их вообще не видно охереть анда сдача не из простых я чувствую здесь мы реально вспотеем залезть здесь никуда нельзя так плохо видно так оп бля хорошо их ужасно видно я даже не знаю где сейчас искать эти трупы а ты кто так стопе где мне идти рискать то не алло я так не играю как-то через это их надо видеть вот еще один вот еще и вот я этого я вообще не вижу его вообще не видно только через тень надо смотреть вот так вот сколько там у меня их сколько он сказал пять ему надо найти как минимум пять душ зомби окей но это проблематично вам хочу сказать действительно я скорее всего сейчас загружусь даже потому что что 4 у меня есть а где искать пятую душу зомби я даже ты ствол то убери ума не привожу вот что тут такое ого хуяся ништяк нашел ну мне вряд ли не понадобится конечно я конечно оставлю себе так зомби ну пацаны зомби я не знаю где мне еще одного искать тайник еще что то есть заряд для гауз пушки нормально раз виделись гаузской ну норм чё порядке вещей похоже что придется загружаться не знаю где искать еще так нашел я короче заманил сюда в ангар и здесь уже нашел чертовы души и принести их опять подалеке ладно я думаю понесем мужики бедные души в следующей серии ах да чуть не забыл я хочу а ладно какой чертом галстка сдалась в принципе давайте мы на этом закончим нашу серию у нас интересные сюжетные повороты конце которых я думаю мы узнаем в ближайших двух следующих сериях а с вами был бисквит подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставьте комментарии вступайте в группу вконтакте до встречи в следующей серии всем пока